В преддверии выборов в молодежный парламент при районном совете депутатов кандидаты и активисты собрались, чтобы еще раз обсудить важные организационные вопросы. Глава района Олег Владимирович Сухар рассказал о правах и обязанностях членов молодежного парламента, напомнил о том, как будет происходить процесс выборов и рассказал о значении организации в жизни города. За вами судьба, опять же, как пафосно это не звучало, судьба Воскресенского и Воскресенского района. Почему? Потому что на работе то звено, связывающее между советами депутатов, между органами исполнительного власти муниципалитета и молодежью, чтобы донести проблемы, донести чаяния, соответственно, до исполнительного власти и получить на них в свое время оперативный ответ. В состав молодежного парламента два человека делегируются общественными и молодежными организациями, а десять выбираются прямым голосованием. Срок работы парламента составит два года. На собрании также присутствовал депутат областной думы Алексей Мазуров. Он дал напустные слова кандидатам и подчеркнул, что они – будущая смена. Всяческую поддержку мы гарантируем, потому что власть заинтересована в том, чтобы молодые люди активно проявляли себя, для того, чтобы была подушка такая кадрового резерва, откуда черпать потенциальных кандидатов. Но для этого надо, конечно, попробовать себя. Ваше – это не ваше. Это требует действительно большой отдачи, потому что это общественная работа. У каждого из кандидатов уже есть свои вопросы, требующие обсуждения. Будущие парламентарии переживают и за будущее Воскресенского района в целом, и за молодежную политику. Допустим, спорт, культура, какие-то таланты искать молодежные. Потому что все сидят, все зажаты, никому ничего не нужно, их нужно подталкивать. Хотел быть таким человеком, который будет подталкивать молодежь. Я хочу попасть в парламентарий, потому что я являюсь лицом молодежи, я вижу, что происходит в разных сахтах. Ураль 14, 15, разные заросные группы. Я понимаю, что что-то надо менять. Качество кандидатов заметно выросло. И то, что людей не просили баллотироваться. Именно та молодежь, которая сама изъявила желание что-то изменить в своем городе. Выборы будут проходить с 8 утра до 6 часов вечера, а 29 ноября в конференц-зале Ледового дворца Подмосковья поддержать кандидата может любой желающий из числа жителей района, достигший 14 лет. Для участия в процессе голосования необходимо иметь при себе паспорт. Руслан Полянин, Новости Искровых.